Традиционная, уже 88-я по счету лыжная эстафета в честь газеты «Бийский рабочий» снова объединила любителей зимнего спорта и сторонников здорового образа жизни. В этом году старты совпали с Международным женским днем. Поэтому на церемонии открытия звучали поздравления сразу с двумя праздниками. Спасибо большое, что вы пришли разделить с нами этот праздник. Легких вам стартов, хорошего настроения. Праздничное настроение царило и на самой лыжне. Так опытные лыжницы из команды ветеранов в круги бегали в ярких юбках. Мы решили, что радоваться должны не только мы, а все, кто сегодня пришел. Но я думаю, мы создали настроение. Все, кто видел нас, подумали, порадовались, поугубались. Что еще нужно? У многих эстафета «Бийского рабочего» – это финальный старт перед летними каникулами. А для других – это проверить свои силы и форму перед региональными соревнованиями. Не было задачи, чтобы выиграть, всех порвать. Это просто были соревнования, так скажем, тренировочные, чтобы поработать над одновременным ходом, чтобы развивать силу толчка. И эти соревнования, ну, то есть мы по большей части готовимся к краевым и всероссийским соревнованиям. Воспитанники первой спортивной школы, ветераны, любители, сегодня вышли на старт. Трасса, которую накануне поправил дождь, была не совсем легкой. По обледеневшему снегу лыжи двигались легко, а вот работать палками было трудно. «Справилась хорошо, молодец, инвентарь не подвел, лыжня прекрасная, обледеневшая, немного ветер в лицо, но ничего». Десятки спортсменов в этот день встали на лыжню, чтобы сразиться за награды. Все эмоции и непосредственно саму борьбу снимали фотокорреспонденты Бийского рабочего. Главный редактор издания Светлана Скляр, судя по эмоции, поймала отличный кадр. Который, кстати, можно посмотреть на сайте bework.ru и во вторник в газете «Бийский рабочий». Кристина Мелехова, Евгений Плохотин, Сергей Даровских, Будня.